Так, чем потребность отличается от страсти? Потребность – это страсть, это ведет к какой-то цели. А потребность? В требности обязательно нужно, когда твои нужна страсть, мне это обязательно. То есть страсть свободна? Да. Ну вот, например, если приводить примеры, то потребность, потребность, например, человека в еде, а страсть – это потребность, на самом деле, обязательно. Я говорил прямо противоположно. Что и страсть? Конечно. Ну, пример страсти. Любить человека ради чего-то или чтобы любить? Просто чтобы любить. Конечно. Потому что потребность, она из чего-то обязательно выходит. Да, цель потребности, как правильно сказать. Да, да, пожалуйста. Цель потребности вне самой потребности. Понятно, да? Если я хочу есть, то это состояние голода и хотения есть, оно не самоценно. Наоборот, я хочу от него избавиться. А если я люблю, то я люблю, чтобы любить. И ненавижу то, чтобы ненавидеть. Поскольку мы изучаем греческую философию, то мы должны все время помнить, что, мы находимся в пределах греческой философии, мы должны все время помнить, что у греков не было плохих богов и не было плохих страстей. Что все страсти самодостаточны и все равнозначны. Греки не думали, как мы, что любовь-то прекрасна, а, скажем, зависть – это что-то более сомнительное. Или месть. Были богини вместе. И месть также достаточно, как и любовь. Или ненависть. А можно ли поставить так вопрос, что предпочтительнее – страсти или потребности? Как вы думаете? Ну, хорошо. Потребность может стать страстью? Да. Она может прийти. Да, разумеется. Можно есть, чтобы наесться, а можно есть, чтобы есть. Добрять всяких специй. А вы как хотели бы, тогда можно так поставить вопрос, вы хотели бы в своей жизни придать более форму потребности или более форму страсти? Форму страсти. Почему? Потому что она свободна. Хорошо. А еще почему? Потому что она… Хорошо. Это так поставим вопрос. Существует ли чувственное наслаждение? Проходите. Проходите. Итак, вопрос. Существует ли чувственное наслаждение? Нет. Как дерзко. Как дерзко. Чувственное наслаждение нужно сильно ослабить страдание? Только страсть ее приносит наслаждение полный наслаждение? И поэтому, по мере сил, греки советуют нам, Сократ советует нам придать жизни форму страсти. Потому что, когда я люблю ради любви, это чистое наслаждение, здесь нет страдания. Если я мщу ради мести, это тоже чистое наслаждение, здесь нет страдания. А чтобы получить удовольствие от еды, я должен и страдаться, и поголодать. Понятно, да? И чем больше я голоден, тем больше удовольствия от еды. А чем меньше я голоден, тем меньше наслаждения от еды. Сократом говорит, что чувственное наслаждение всегда перемешано с равной долей страдания. И только в страстях мы наслаждаемся. Вот причина главная, да, которой мы предпочитаем в наших силах предать своей жизни форму страсти. И это, может быть, главная моральная мудрость, которую греки нам преподали. До сих пор мы с вами говорили об идеализме. В котором, чтобы увидеть нечто, нужно сначала понять. Но рядом с идеализмом в Греции формируется прямо противоположное направление, которое называется эмпиризм. Точнее, оно значительно позже получило название эмпиризма. От латинского слова «эмпирио» – «чувство». Это философия чувства или, можно сказать, философия тела. Это совсем другая философия, совсем другой взгляд на вещи. Как я уже вам и говорил, если в идеализме, чтобы увидеть, надо понять, то в эмпиризме наоборот, чтобы понять, надо сначала видеть. Эмпиризм начинается с утверждения, которое представляется совершенно достоверным, с которым согласится любой человек. Это утверждение – всё из чувств. Всё из чувств. Чувство окна в мир. Смотрите, это утверждение самое банальное и очевидное. Остановите любого человека на улице и спросите, а как ты знаешь? Ну как знаешь? Открыл глаза и знаю. Открыл глаза и увидел. Овострил уши и услышал. Так я и знаю. А потом уже в дело вступает разум, который анализирует, обобщает данные, полученные из чувств. Но первоначально всё из чувств. Этот первый тезис, с которого начинает философия и чувства, кажется, совсем не заключает в себе ничего неожиданного и парадоксального. Но уже второй ход, который совершает философия и чувства, разрывает, отрывает философию от здравого смысла. Хотя он логически безупречен. Скажите мне, если о мире, обо всём в мире я знаю из чувств, то что, строго говоря, я знаю? Мир или свои чувства? Свои чувства. Вот и всё. Казалось бы, такая хорошая посылка. Всё из чувств. Но если о мире я знаю только из своих чувств, от своих чувств, то в сущности я знаю только свои чувства. Пусть о мире я не знаю. Ну, потому что о мире нельзя судить только за счёт своих чувств. Но мы рассматриваем на такую философию. Это наш метод. Мы погружаемся. Теперь мы все эмпирики. Мы целый месяц были чистыми идеалистами и боролись с хаосом. Теперь мы эмпирики. Есть мир, и мы познаём его чувствами. Но эмпиризм, видите, уже вторым своим шагом отрывается от здравого смысла. Оказывается, о мире я не знаю, существует ли он. Я не говорю, что он не существует. Я просто не знаю, существует ли он. Если чувствует окна в мир, то, скажем, вот окно. Я вижу дом напротив. Как не узнать, это нарисовано на стекле или на самом деле есть там дом? Ну, вообще-то надо выйти, да? Выйти, перейти улицу. Но как выйти из собственного тела? Как выйти из собственного тела? Поэтому мы ничего не знаем о существовании мира. Мы знаем только состояние своих чувств. Если я вижу, чувствую вишню красной и сладкой, то я не знаю, на самом деле вишня сладкая и красная, или это состояние моих чувств. Точнее говоря, я знаю только про состояние своих чувств. Я даже не знаю, существует ли вишня, или она плод моих переживаний. Итак, то, что человек знает согласно эмпиризму, это поток впечатлений. То, чем живет человек, это поток впечатлений. О мире мы не знаем ничего. Какие средства отсюда? Нет истинной лжи. Ну, в самом деле, если я считаю, что эта вишня красная, ты, думаю, утверждаешь, что она зеленая, то кто прав? Если бы была настоящая вишня, она бы рассудила. Что такое истина? То есть я не потепил от, конечно, но что по-простому можно считать истинной? С точки зрения эмпиризма? Да. Нет, учитывая эмпиризма – ничего. А так, по здравому смыслу. Истина – это отношение, соответствие наших знаний и действительности. Но если нет никакой действительности, если нет мира вне нас, то какой истины можете тереть? Нет. Итак, вывод. Нет истины, есть только мнение. Нет разницы между безумием и здравомыслием, как следствие того, что нет истинной лжи. Нет разницы между сном и явью. Потому что сон – такой же поток. Относительно сна, философия – целая проблема. Проблема заключается, как бы, неудивительно это звучит на первый слух. Проблема заключается в том, как отличить сон от я. Ведь подумайте, когда мы спим, мы ведь не знаем, что спим. Иногда знаем это переходное состояние, как пока мы еще не очень уснули или уже наполовину проснулись. Тогда действительно есть это ощущение. А в нормальном глубоком сне, в такой нормальной фазе сна, мы, разумеется, не знаем. Когда за мной в сне бежит собака, я не говорю себе, слава богу, что это сон. Я лечу от нее со всех ног. Я просыпаюсь вот таким пьющимся сердцем, потому что страшно. Итак, когда мы спим, мы не знаем, что спим. Мы думаем, что это я. И узнаем, что спим. Вдумайтесь, пожалуйста, в ситуацию. Узнаем, что спим, только проснувшись. То есть узнаем, что спали. Не знаем, что спим, но узнаем, что мы спали. После пробуждения. Тогда скажите мне, где гарантия, что сейчас вы не проснетесь? Ведь во сне, повторюсь, вы не знали, что вы спите. И вы знали, лишь проснувшись. Тогда в каждый момент жизни оказывается, что мы не знаем, спим мы или нет. И нет гарантии, что мы можем проснуться. Это логическая ситуация. Это рассуждение. Но есть и эмберическое подтверждение этому. Пробуждение в другой сон. То есть, понимаете, сон и язь различены пробуждением, но пробуждение, оказывается, ничего не доказывает. А другого различия мы не знаем между сном и язь. Как у Гоголя, молодой художник, в поясе «Портрет». Молодой художник купил портрет старика, забрал свою каморку, поставил перед собой портрет, долго-долго на него смотрел, и вдруг старик выходит из рамы. Художник в полном ужасе идет на него. Художник в ужасе. Когда старик уже совсем к нему подошел и почти к нему дотронулся, он пробуждается. Господи, какое счастье, что это был только сон. Говорит он. И старик выходит из рамы. Он снова идет на художника. Художник опять в ужасе, в смятении. Он опять почти касается его. Художник просыпается и говорит, Боже, какое счастье, что это был сон и сон. И старик выходит из рамы. Это хорошо известный, хорошо описанный феномен. Не знаю, с вами случалось подобное. Со мной не случалось, кажется, но это все равно хорошо описанный, известный феномен пробуждения в другую сон. Но даже если бы не было этого психологического явления, очень любопытного, то все равно рассуждение осталось бы верным. Пока мы спим, мы не знаем, что спим. Знаем лифт о пробуждении, и следовательно, мы можем пробудиться в любой момент. Поэтому, когда империзм говорит, что нет разницы между сном и явью, к этому нужно отнестись с интересом. Потому что действительно не очень понятно, разница между сном и явью. Есть один русский, большой русский философ, который интересно рассуждает про различие сна и яви. Я отвлекся от эмпиризма, и мы просто обсудим проблему сна и явью, раз уж она эмпиризмом поднята. Философ утверждает, если разделить наши переживания на чувства и страсти. Чувства – это голод, холод, боль. А страсти – это надежда, отчаяние, радость, ужас и так далее. Понятная разница, да? Чувства – это физические переживания, а страсти – это душевные переживания. Так вот, утверждается, что во сне мы испытываем только страсть. Когда я падаю из окна и лечу вниз на асфальт, то приближающийся асфальт вызывает у меня ужас, отчаяние. Но когда я касаюсь асфальта, в этот момент я уже проснулся. То есть боли во сне я не испытываю. Не знаю, согласитесь ли вы, но утверждение таково. Во сне мы испытываем страсти, но не чувства. Утверждается, что нет. Что боли мы не испытываем. Боли, холода мы не испытываем. Мне снится, что я иду по льду, лёд проламывается, и я еду по плынувшейся ледине, и у меня ужасает эта ледяная, чёрная вода, в которой я сейчас погружусь. На момент, когда я касаюсь её ногами, я уже проснулся. Ну, а если, как вы говорили, просыпаешься во сне, то замечаешь, что сон не менее реальный, чем абсолютно такие же текстильные ощущения, и... что-то у нас. Деньше даже как бы установка как бы как выключить сон от я. Ты начинаешь себя щипать, и если ты не чувствуешь, то ты спишь. Если ты чувствуешь, то ты не спишь. Эх, во сне не приходилось такое в голову мне никогда. Да, что-то. Как бы собака не гналась за мной, единственное, что мне не переходит в голову, я думаю, куда мне залезть, запрыгнуть, как бы там убежать. Но вот ущипнуть здесь моё гонус в голову почему-то не переходит. Но если философ прав, то, по крайней мере, наяву вы можете убедиться, что вы наяву. Потому что во сне боли не чувствуя. Если взять эротические сны, то то же самое. Мы испытываем восторги, предчувствия, но собственно оргазм, физиологические явления происходят уже наяву. Момент пробуждения. То есть ужас ли, наслаждение ли, всё это во сне есть. Но нет боли и страдания. И физиологических наслаждений. Я думаю, философ прав. Конечно, каждый по-своему может на это посмотреть. Но я думаю, философ прав, и это интересное замечание. А знаешь, чем интересно ещё? У древних народов, у очень многих древних народов, есть замечательное поверье. Когда человек спит, душа покидает тело. Во сне душа покидает тело и путешествует. и поэтому мы испытываем только страсти, но и интересные переживания. Когда человек пробуждается, душа возвращается. Пробуждение означает, что душа вернулась в тело. Поэтому реальная жизнь состоит из... В реальной жизни человек единится в душе и тело, и поэтому испытывает и чувства, и страсти. А во сне человек... Во сне человеческая душа освобождается от тела. Поэтому во сне мы испытываем только душевные переживания, то есть страсти. Но не чувства. И тем не менее, как бы не хорошо, мне нравится это рассуждение, и тем не менее, оно не решает проблемы. Да, во сне мы не испытываем чувств. Пусть так. Но страсти в наилу и страсти во сне одинаковы. Поэтому в смысле душевных переживаний все равно остается проблема неразрешенная. Проблема различить сон и я. Ужас во сне ничем не отличается от ужаса наилу. Империзм впервые поставил проблему, очень интересную на самом деле действительно проблему, сна и яви. Утверждаю, что сон и явь одно и то же. Итак, возвращаясь к империзму. Мы не знаем, существует ли мир. Мы не говорим, что мира нет, не утверждаем этого. Но мы не знаем, есть ли он. И мы знаем только свои переживания, то есть собственное мнение, а не истину. Отсюда возникает требование эпохе, красивое греческое слово эпохе, воздержание от суждения. Буквально воздержание от суждения. А именно воздержание от суждения бытия. Что это значит? Это значит, что я не говорю «Вишня на самом деле красная и сладкая». Я говорю «Мне представляется, что вишня красная и сладкая». Я не говорю, что эта девушка добронравная. Я говорю, что мне представляется, что эта девушка добронравная. Я воздерживаюсь от суждения бытия. Если я делаю утверждение бытия, я могу ошибиться. Ошибиться в том смысле, истинной лжи нет, мы помним об этом. Но я могу ошибиться в том смысле, что мои ожидания не оправдаются. Например, на вид вишня сладкая, и я надеюсь, что она сладкая, поэтому я беру в рот, что думаю, что она сладкая. А оказывается, что она, какая бы она ни была в действительности, но мне она кислая. Если я делаю утверждение бытия, то я могу не оправдать своих ожиданий. Но если я не делаю утверждение бытия, я не могу ошибаться. Как бы ни оказалось в дальнейшем, девушка окажется вот не тем, что я ожидал, совсем не добронравной, а стервой, например, остается ведом, что я думал, что она добронравна. Я не могу сказать, что я ошибся, потому что я ничего не утверждал. Я не утверждал, что девушка на самом деле добронравна. Я говорил, что мне мнится, представляется так. Поэтому, когда мои ожидания не оправдались, я убедился, что это не так, как я думал. Остается ведом, что я думал об этом таким образом. Этим по принципу эпохэ, воздержание осуждения бытия, мудрец отвечает вот просто ка. Мудрец знает, что о мире мы ничего не знаем. Простак думает, что он знает о мире. Простак все время делает утверждение, эта девушка на самом деле добронравна, эта вишня на самом деле красная сладка. Мудрец говорит, мне мнится, не думается, мне представляется. Поэтому Простак все время рискует ошибиться. Мудрец, воздержавшись от суждения, остается верить себе. Просто не может ошибиться. из принципа эпохэ вырастает представление о речи. для Простака что такое речь? Речь о действительности. я говорю, что солнце красное, значит, я претендую на истинность высказывания. Всякое высказывание или просто такая-то претензия на действительность, а мудрец знает, что действительности на самом деле не существует. И по крайней мере, он не знает о том, существует она или нет. поэтому для мудреца речь это просто речь. Просто речь. Когда вы мне говорите, я понимаю, что вы говорите не обидеться, если я мудрец, конечно, а не проста. Если я умен, а не глуп. Если вы мне говорите, то вашей речи я слушаю только речь. И к своей речи я отношусь то есть так же. Простак думает, что он говорит о правде. А разумный человек понимает, что он просто говорит. Поэтому в речи, в диалоге мудреца и простака возникает ситуация, когда мудрец ставит задачу убедить простака, убедить оппонента. А что значит убедить? Это значит, моя речь станет действительностью для тебя. Простак, ты думаешь, что ты говоришь о действительности? Я-то мудрец знаю, что не говорю о действительности, что это просто речь. А простака думаешь, что я говорю о действительности, тогда я могу его убедить. Меня он убедить не сможет. Просто потому, что я сам себя не смогу убедить. я знаю, что речь это просто речь. Но я могу убедить, мудрец может убедить простака. Зачем вам нужно мудрец? Чтобы обрести власть. Единственная власть это слово. Эмпирическую точку зрения, точку зрения чувства древней Греции, Греция развивала так называемая школа софистов. Софист – это мудрец. София – мудрость, соответственно, софист – это мудрец. Школа софистов. Была старшая школа софистов, младшая школа софистов, но это не так важно. Была довольно развитая школа софистов, где учили... Софисты были первыми, которые основали большую сеть школ образовательных, где учили красноречию. До софистов тоже были школы. Академия Платона, школы пифагорейцев. Но у Платона и пифагорейцев была аристотельская академия. В школах Платона, Аристотеля и пифагора учили истине, то есть тому, что есть. Но этого не могли учить школы софистов. В школе софистов учили речи, искусство убеждения, потому что власть человека над человеком дается не дубиной. Это не прочная власть. Отдается слово. Если мое слово стало действительностью для тебя, то ты мой раб. Я-то к твоему слову отношусь иначе. Я-то знаю, что это просто слово. Но ты-то этого не знаешь. Поэтому моя задача не найти истину и не сообщить тебе что-то истинное, а убедить тебя. То есть получить над тобой власть. Колобок катится, катится по дороге. Вдруг ему на встречу медведь. Медведь говорит, колобок, колобок, я тебя съем. Причем медведь не угрожает, медведь констатирует. Колобок не возражает, потому что заразить нечего. Конечно, ты меня съешь, о чем вообще речь идет. Только сначала я песню будем поеть. И поет. Я от дедушки ушел, я от бабушки ушел, я от царица ушел, я от волка ушел, а тебя медведь и подавну и уходит. Во! Самое интересное, что он уходит. Почему? Потому что колобок знал, что это речь и только речь. А медведь думал, что это действительно. Это типичный разговор мудреца с простаком. Только почему же мудрец-колобок попался в лисе? Объясняю. Катится колобок дальше. Навстречу ему лиса. Колобок, колобок, я тебя съем. Не ешь меня, лиса. То есть ешь меня, лиса. Конечно, съешь меня, лиса. Съешь меня, лиса. Только я тебе сначала песенку спою. И поет лисе, а лиса слушает, слушает. Колобок, слушает. А как ты сласко поешь? Мне бы еще разок. Ты споешь мне еще разок? Только я глуховато. Ты мне сядь на язычок. Что произошло? Колобок запелся. Колобок запелся. То есть подумал, что его речь, он столько уже обманул, что он подумал, что его речь это действительность, а лиса знала, что это всего лишь песня. Всего лишь речь. И колобок, когда он утратил рефлексию и стал непосредственным, то есть подумал, что он поет о действительности, а не просто поет, он был сидит. Пока он удерживал дистанцию, был субъектом своей речи. Психологи ставят опыт. Мальчик говорит девочке, я тебя люблю. Психологический анализ ситуации. Мальчик непосредственно точно думает, что говорит правду. А девочка рефлективна. Хорошо поешь, но действительно это всего лишь слова. Наоборот, девочка непосредственно, мальчик рефлективна. Мальчик говорит, я тебя люблю, а сам думает, а что, хорошо говорю, поверит, дура. Как пидать поверит. А девочка верит всем сердцем. Они оба рефлективны. Мальчик говорит, думая, что хорошо говорю. Вот здесь, в этом месте немножко недостоверно получилось. А девочка говорит, а что, хорошо говорит? Даже если врет, но ведь хорошо же говорит. Наверняка врет, но говорит, но как врет? И, наконец, еще одна ситуация, когда девочка не только знает, что мальчик знает, но она знает, что мальчик знает, что она знает. и мальчик знает, что девочка знает, что он знает. Эта ситуация интегратируется таким образом. Они оба, оба как бы на сцене, и оба в зрительном зале, но они не просто сидят в зрительном зале, они взявшись за руки, сидят в зрительном зале и наслаждаются происходящим. В первой ситуации девочка только на сцене, а мальчики на сцене в зрительном зале, да? В другой ситуации наоборот. Мальчик только на сцене, он верит ему, что говорит сам, как колобок в последнее мгновение в своей жизни. А девочка на сцене в зрительном зале. В третьем случае, когда они оба понимают, что это только слова, они и на сцене, и в зрительном зале. А в последнем случае, когда девочка знает, что мальчик знает, что девочка знает, а девочка знает, что мальчик знает, что она девочка-то знает, они не только в зрительном зале сидят, они взявшись за руки, сидят и наслаждаются происходящим. Это ступень рефлексии, и впервые о роли речи и об отношении к речи заговорили именно софисты. Но сказку про Халабхан не они сочиняли, честное слово. Это русская народная сказка, но очень умная. Итак, речь это власть человека над человеком. И в школе софистов учили красноречию, то есть искусству убеждения. целью софистической школы было не истина, а убедительность речи. соответственно развивается и представление об обществе, то есть о человеческом общежитии. В соответствии с этим. Казалось бы, как можно, если есть только мнение, то как могут согласоваться люди между собой. У тебя одно мнение, у меня другое, у кого-то третье. Согласование так и происходит, что подавляющее большинство людей простаки и властвуют те, которые умеют свою речь сделать в действительности для другого. И возникает так называемое общее мнение, которое является ничем не будь, а ошибкой, недомыслием. Если моя речь, если я властвую, то я властвую не над одним человеком. По человеческой природе почти все люди убеждены, что мир есть, и значит речь о мире. в действительности. И только некоторые избранные после софистических школ, которые умеют свою речь сделать в действительности для другого. И возникает иллюзия общей истины. Например, как на суде все происходит? Ищет ли кто-нибудь на суде истину? Прокурор что ищет истину? Нет, он вину ищет. Адвокат что ищет истину? Он оправдание ищет. Он искусен в речи, в оправдывающей речи. А прокурор должен быть искусен в обвиняющей речи. А что судьбу решают притяжные, предположим. Но притяжные не допущены к материалам дела. Все, что они знают, это речь прокурора и речь адвоката. И они принимают решение исключительно опираясь на искусство убеждения. Вот это как бы модель общества, в котором есть и кто-то принимает решение. Чаще всего большинством голосов. Все убеждены, что виноват или все убеждены, что он не виновен. А где же правда? Где же правда? Ее просто нет. И так устроено общество согласно софистов. То есть речь объединяет людей, причем речь искусная и не имеющая целью истины. Именно это дает мораль, религию и все остальные закон, все остальные формы общежития людей. Софисты оказали большое влияние на греческую философию и в частности и даже может быть в особенности потому, что они разбудили стойков. стойки построили свою мораль, а позднее высокое стоя это прежде всего моральное учение. Мы не будем разбирать там раннюю, среднюю стоя. Поздние стойки это прежде всего нравственное учение. Сенека, например, нравственные письма к Луцилию будет желание почитать и прекрасное чтение, совершенно доступное, легкое и блестящее. О чем говорит Сенека? Сенека говорит о том, что есть положительные переживания. Например, горечь утраты, радость встречи. Это положительные чувства, положительные переживания, основанные на каком-то действительно происходящем вещах. А есть страсти порожденные верой в действительность. Верой в действительность происходящего. пример. Я считал, что ты меня любишь. Я наслаждался твоей любовью. Это было действительно так. И я получил доказательство, что ты меня не любишь и никогда не любил. что я испытываю. А это зависит от того, кто я. Если я стоик, то есть мудрец опять-таки, то я скажу тебе жаль, что мое суждение завершилось. Я больше не могу верить, что ты меня любишь. Я потерял твою любовь и теперь ее уже не вернешь. Это жаль. Но спасибо тебе за те годы, когда я ошибаюсь, думал, что ты меня любишь. Спасибо тебе за то время долгое, когда я считал, что ты меня любишь. Это были чудесные годы. Очень жаль, что это закончилось. Видите, все состоит на положительных переживаниях. А если я с самого начала сделал утверждение, что ты меня действительно любишь, совсем другое дело. Верните жизнь. Вся жизнь ошибка. Знаете, если утверждение, что есть действительность, то вся моя жизнь ошибка. Я тебя проклинаю, я тебя не благодарю. Или не говорю тебе спасибо за то время, что я ошибался. А я ошибался. Этого не было, потому что это не соответствовало действительности. Я кричу в ярости верни мне жизнь. Я впадаю в отчаяние, потому что жизнь прошла впустую. Выбирайте. Выбирайте. Кто вы? Стоик или нет? так относится ко всему. я ем яблоко. Понимаете? И вдруг у меня его отнимают. Я уже съелся яблоко, оно мне понравилось. Я расчувствовал это яблоко. Какое оно сочное, кисло-сладкое. Прямо восторг. как раз по мне. В самый момент, как я вот его разъелся, мне как его умыкнули. Две разные реакции. Понимаете? Как скажут Стоик. Ну, какое было хорошее время. Жаль, что оно кончилось. Жаль, но не более того. Но мы с вами по-другому будем реагировать, да? Возьм яблоко. Я взял яблоко, я разъелся. У меня его умыкнули. где справедливость? Понимаете? Я не просто скажу, как жаль, что все это происходит. Где справедливость? Где ты, Бог? Нет тебя. Вот что я скажу. В случае, если у меня мгнут яблоко. Или женщину. Или жизнь. Стойки говорят. Люби, Сунека говорит, люби, но не привязывайся. Вот это то самое. И к яблоку, и к женщине все равно. Люби. Не то, чтобы не надо любить, люби. Всем сердцем люби, но не думай, что это на самом деле. Помни про эпохе. Воздерживайся от суждения бытия. Наслаждайся любовью женщину, не говори, что она любит на самом деле. Тогда у тебя будет и любовь, и утрата будет, но не будет отчаяния. Есть два особенных переживания среди прочих. Это надежда и отчаяние. Вот этого, согласно стоицизму, в человеке не должно быть. Это лишнее. я наслаждаюсь любовью женщины, происходит нечто другое, еще что-то происходит. Я надеюсь, что это настоящее. И поэтому, когда оказывается, что это не настоящее, я отчаяниюсь. Я отчаяниюсь. Или отчаянию. Отчаянию более сильная форма. надежда и разочарование. Надежда и отчаяние. Они прождены верой в действительность мира. Да, пусть я не знаю, но я уверен, что мир есть, поэтому я знаю, что меня можно обмануть, но я надеюсь, что на самом деле она меня любит. И узнав обратно, я отчаиваюсь от утра. Вот этого не должно быть. Ни надежды, ни отчаяния. Если не будет надежды, то не будет и отчаяния. Стойков почти, надо заметить, что стойков почти никогда не понимали. Всегда говорили, что вот он идет спокойно, умерла любимая жена, всем известно, что у него была любовь большая, вот, у него умерла жена, он идет довольно спокойно за гробом. Значит, любви не было. Да нет, объясняет стояк в тысячный раз, не поэтому я довольно спокойен. Я был счастлив в любви, я пережил утрату, но не более того. Не более того. Я не полагал, что наша любовь вечно, а понимаете, утверждение действительности сродни утверждения вечности. Если я ем это яблоко, я должен его доесть до конца, почему-то по мне убежденность должна произойти. Не более чем положительные переживания. Здесь тоже можно разделить на чувство и страсть, но по-другому критерию. Чувство это положительные переживания, а страсть это переживание рожденной верой в бытие. Ничем не оправданной верой в бытие. В то, что она действительно не просто любит, а действительно меня любит. Отсюда и надежда, и отчаяние, что лишнее человеческих переживает. Но порождено просто человеческой глубже. Ничем не оправданной верой в действительный мир, действительность происходящего. Почему Отел удавил Дездемону? Почему? Потому что был не мудрецом. Он был уверен, что он не верил. Совершенно справедливо. Все говорят, что он удавил Дездемона из ревности. А Пушкин сказал, от Элла не ревнив, от Элла доверчив. А Достоевский сказал, что если бы Пушкин больше ничего не сказал, кроме этого, уже понятно, что Пушкин гений. Что у Пушкина есть что-то между ушами. Определенно есть. Даже если бы Пушкин больше ничего не сказал. от Элла не ревнив, от Элла доверчив. Дело не в том, что он ревновал, дело в том, что он вложил Дездемону больше, чем следовало бы. Он не просто ее любил, а он вложил в нее веру. Он не просто думал, что она его любит, он был убежден, что она идеал чистоты. И поэтому, получив в платке доказательства неверности, он не просто огорчился, что потерял что-то очень дорогое, он отчаялся. Он убил ее, и на самом деле убил себя. Он убил Бога в ней. Убил Бога в ней, то есть потеряв, потеряв, не просто Дездемон, а потеряв себя. Потеряв весь мир. от тела не ревнив, от тела доверчив, вот о чем эта трагедия. Это хороший пример того, как отличаются страсти и чувства у стойков. То же самое стойк относит и к жизни в целом. То, как относится к яблоку, то, как относится к женщине, также относится и к жизни в целом. Сонарик говорит, живи, держа дверь открытой. Держи дверь открытой. То есть будь готов к смерти. То есть опять же люби жизнь, но не привязывайся к ней. Дверь должна быть открыта. И только тогда жизнь будет полна. Тойков опять никто не понял. Все сказали, что они зовут смерти. Моментом море, помня о смерти, понимается так, что человек должен любить смерть. Это не так. Есть философия, которая призывает любить религии, какие-то религиозные движения, которые призывают любить смерть и вообще зовут смерть. Почему нет? Это нормальная точка зрения клуб самоубийц Стивенсона. В самых разных формах человек может звать смерть, но это не стоицизм. Такая точка зрения есть, но к стойкам она имеет ни малейшего отношения. Смерть это утрата, но надо любить не привязываясь. И тогда смерть вызывает не ужас какой-то вселенский, а будет концом того, к чему ты так и не привязался. То есть не подумал ты, что жизнь по природе тебе присуща, и ты должен жить до 100 лет, как яблоко доесть. Ешь, пожалуйста, ешь, наслаждайся всеми красками яблоко, но только не думай, что ты в природе вещей, что ты его доешь. Живи, наслаждайся всеми красками жизни, только не думай, что в природе вещей, в какой-то природе вещей, в которую почему-то ты веришь, в природе вещей ты должен прожить какой-то достаточно большой кусок жизни. Если вдруг придется, значит придется. Дверь была открыта. Дверь с самого начала была открыта. «Мементо море» в этом смысле. Держи, дверь открыта. И ни в коем случае не призывая смерти. По некоторым свидетельствам Сенека так и принял смерть в соответствии со своей концепцией. Таким образом, эмпиризм, как он предстает в греко-римском мире, имеет, как вы видите, и учение о познании, и учение об общежитии человеческом. По основе познания, еще раз подчеркну, лежит принцип эпоха. И учение о страстях, где тоже развит в сущности принцип эпоха. «Не делал суждения бытия» и «люби, но не привязывайся» — это разные аспекты одной и той же мысли. Все на сегодня. Спасибо.